окей здравствуйте уважаемые зрители сегодня у нас в гостях впервые иностранец если можно назвать иностранцам польских наших товарищей уникальный человек олимпийский чемпион трех кратный чемпион мира четырех кратный чемпион европы зигмунд смази спасибо у нас сегодня был очень тяжелый рабочий день очень много вам пришлось говорить работать мы устали поэтому интервью получится небольшое как у нас обычно на час да мы постараемся там минут 20 сделать хотелось бы начать с того как вы вообще попали в тяжелый атлетик потому что у всех своя история уверен что у вас тоже как как вы узнали тену атлетики как вы пришли я когда был молодым человеком занимался гимнастикой гимнастикой до когда я был когда кончил среднее образование мне нужно было решить что потом но мой тренер по гимнастике советовал мне пойти на академию физического воспитания в варшаву академия физического воспитания это институт физкультуры это так как у вас институт физкультуры да но и я там уехал на но когда я студентом на первом годе то есть вы до института еще штангой не занимали ничего я не даже гимнастикой не занимались я был гимнастом до институт физкультуры поэтому он не сказал если ты хочешь продолжать свою гимнастическую карьеру нужно это академию там хороший уровень гимнастики там можно сделать прогрессировать для того что спрогрессировать нужно было в академию тренера были хорошие но отец и мать не советовали пойти на медические студия медицинска как это сказать так ведь врачом да советовали быть врачом я поэтому что у меня я был хорошим учеником все отличником а от серьезно да отлично и поэтому мне советую с твоим умом с хорошим всем ты нужен окончить высшее образование стать врачом поможешь семьи у нас было 5 братьев 5 братьев до отец обычный рабочий это очень трудно было обычно когда если не брать кавказские семьи кавказские семьи то когда много детей это говорит о том что родители мне так кажется хотели вот например у вас пять братьев значит такое чувство после второго или третьего ребенка родители хотели дочь это так обычно получается да если у вас там три дочки это говорит о том что вы хотели все-таки пацана мать желала дочь и вы все-таки пришли в академию поступили да да и на первом году встретил мне тренер по тяжелой атлетике это самый известный тренер больше но известный тоже в мире августин 9 у него такие воспитанники как вальдемар башановский вальдемар башановский озимек у него уже так у него уже и он завоевал 33 процентов польских медалей это можно сказать что это в принципе после плюкфельдера один из самых серьезных примеров просто принципе 1 на первом месте плюкфельдер да он там работал в кафедре кафедре по тяжелой атлетике и смотрел на всех студентов подошел к мне и сказал ты хочешь быть лучшим спортсменом или хочешь завоевать какие хорошие места в мире давай только по тяжелой атлетике это возможно сам по почувствовал что ваши данные увидел что ваши данные именно для тяжелой атлетики да поэтому что у меня в этом в этом на первом годе собственный вес был 4 9 килограмм 49 49 килограмм рост такой как теперь это для штанги нормально да и а будущем была категория 52 ну то есть как раз был запасик такой да поэтому сказал если ты хочешь быть хорошим спортсменом давай зал поднимано штанги там поучишь чуть-чуть не как родители отреагировали на то что вы стали тяжелой атлетом родители не знали пока до конца первого моего курса до кончу курс я приехал на фамилию и сказал на фамилию это в семью семью да и я сказал мать теперь я поднимаю штанги у нас как что это но она увидела что вы приехали более крепенький такой а я приехал так сильнее но она сказать что это я никогда не знал что это поднимание штанги ну и там сказал снимки то там то она была довольна поэтому что я сказал это лучше для меня стать спортсменом по тяжелой атлетике чем в гимнастике поэтому что в гимнастике если есть сделаю два салта и стану отлично сделаю но придет который другой спортсмен роста 175 сантиметров и сделает то же самое он получит большие из-за того что больше не так правило но это судя так оценивают человек с большим ростом сделал то же самое ли я и оцениваются лучше я понял поэтому я сказал спокойно все будет хорошо ясно вообще вот у вас вы сказали что пять братьев вас в семье вы единственный спортсмен или вся семья занималась именно про братьев да все там про братьев да все не крутой день не бывает доме только на улице играть нет я имею ввиду именно что профессионально спортом начали заниматься из моих братьев был тоже так штангистом поднимал но потом получил травму не было смысла про вашу спортивную карьеру мы видим по результатам по вашим регалиям что у вас все было успешно все это хорошо и вот хочется узнать почему вы закончили карьеру то что регалий было много могло быть больше почему не два олимпийских золота я выступал дважды на олимпийских играх первый раз в семьдесят втором году получилось сразу выиграли сразу выиграл но вторые олимпийские игры это в монтреале было 76 году я был отлично подведен но чтобы доиграть мне нужно было получить результат на 70 у меня не хватило не хватило чего для победы не хватило ничего чтобы даже получить медаль а вы востоку всем остались вообще без медали вы во всеми втором году вы выиграли да а всеми шестом вообще без медали стали конечно без поэтому что я чтобы получить медаль мне нужно было начинать 100 килограмм не меньше и тренер решили до начинать 100 килограмм но и 100 килограмм получил баран а то есть вы на второй олимпиаде заборами но три раза штанга нового чуть-чуть и кто-то на выиграл конечно воронин да воронин выиграл ну и все-таки почему вы закончили свою спортивную карьеру так как 70 процентов из спортсменов всегда заканчивают это из-за травмы и оставшиеся если не было возможности получить результата не занимать хорошего места то есть по 1 это можно сказать что из-за возраста или из-за какой-то определенной травмы да я решил что нет большего возможности прибавления результата нет каких там шанс чтобы получить хорошее место я понял можно сказать что вы почувствовали что вы штанги себе реализовали так что я сделал все что мог но это хорошие эмоции хорошо вы знаете что существует в принципе такое в кавычках понятия как болгарская система и советская система подготовка так как там его в общем да вы тренировались по какой системе больше вот вы лично это только полоска система на я сказал что самый хороший тренер который не добрал до спорта это агустин течить он он сделал поскольку поднимание тяжело вот я спортсмен ну как бы тоже в спорте давно дам вроде считаю что много знаю да вот хотелось бы чтобы вы мне как профессионал профессионалу не обширным таким ответом как для новичка а именно вот что такое сказали чем отличается болгарская мы знаем чем болгарская болгарская то постоянно максимальные веса работа до минимальные там тяги российская система немножко по-другому это общая физическая подготовка тяги приседания польская система польская система если ты посмотришь смальцев позже на башановский это люди которые есть не станут день нибудь никогда не скажет это штангист мышцы невеликий рост чуть чуть больше чем нормальный но скорость подвижность скорость подвижность и сила все на тоже самом уровне то есть не развивали какую-то определенную да то есть если например мы говорим о советских штангистах то они обычно богатыри такие русские богатыри да а то ваша система смысла в том заключалась чтобы что-то не развивать определенное направление а все в комплексе такое оффп тяжелоатлетическое оффп но поднимание штанги техника это была первая задача для всех поэтому мы делали все отлично смальцев позже башановский это рекордсмены мира в рывке это авторитет и не поэтому польская школа это не сила не все техника поэтому в рывке мы могли быть рекордсменами мира но в толчке только башанов но сейчас в принципе польска поляки они продолжают этот постар маркин доляга мировой рекордсмену рывки и так далее у вас очень большая ставка сейчас продолжать на роботе да то есть если колецкий отличился 98 90 году в толчке а все остальное в принципе у вас до сих пор на руках калецкий тоже если ты на него да 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 то о чем мы сейчас говорили так как великим уж ты на тоже я только сейчас об этом понял вот то что вы мне сказали да действительно так школа который имеет традиции очень интересно после завершения своей спортивной карьеры вы не начали заниматься бизнесом наверно там а пришли работать тренером вы начали тренировать сразу детей или сразу сборную попали только азимек попал спорный мне не было места для меня именно работать тренером для тренером сборной поэтому я пошел работать в клуб через 7 лет я был ответен за набор новичков я хочу а то есть вы отвечали за набор новичков куда в клубе а именно работали в клубе только в а ну все я понял земли проработали в клубе работал только с новичками молодежи до 20 лет это получается в каком году вы закончили примерно во сколько семьдесят восьмом это в 22-30 они качества сорок один сорок первом году родились в каком году вы закончили семьдесят восьмом начало работать 7 лет 37 лет это узнавато я так скажу я начал как то есть в 37 лет вы закончили 7 лет вы проработали с юношами дает получается он 44 и 44 вы возглавили первый раз первый раз национальный сборной польши это было по нюнером зачем поэтому я сделал в клубе так хорошую работу что возле первенства польши клуб занял первое место и очки набрал так я понял то есть вы его в принципе чемпионат польши выиграли клубу я понял но клуб сразу мы могли сравниться с как это целый круг там было 10 или 11 клубов вместе а мой клуб все выиграл из ваших воспитанников которые были вашем клубе кто-то добился то но нет именно таких которых все знают то одним из них это призор олимпийских и занял третье место марок это было на юге это 100 килограммов на олимпийских играх барселоне марок очень талантливый парень самый талант хорошая база нас была заложена но что я сделал первый день когда я пришел на работу не было очень трудно что делать я знал все что делать на этом да понятно но чтобы пока как это как раз чем мы занимаемся сейчас на семинарах мы как спортсмены понимаем все все но как дать внятным языком людям мы учимся тоже не понимаем тоже как все показать новичку как показать стартовую позицию как делать делать все у вас был ученику учитель который вам подсказывал как это не сам еще я первым когда я был когда я поднимал штангу очень много раз и были в москве когда я был в москве деньги в карман и все книги покупали книги покупали серьезно по книгам учили только по книгам это время тоже был очень известный ежегодник такой ежегодник такой ежегодник это назовался так тяжелотилетический ежегодник ежегодник самый хороший а он на русском языке на русский язык я много забыл но я стихи жди меня я вернусь только много жду все стихи у меня был хороший учитель русского языка очень хороший поэтому теперь много я не могу высказать все что я хочу но поэтому эти книги у меня все книги всех хороших сохранились все эти книги террас тоже со мной америки они здесь да кстати я забыл сказать что мы находимся зигмунтом лос-анджелесе в калифорнии прекрасные места очень прекрасное место до надеюсь что мы все-таки найдем время и покажем этот город город про замечательный главно что здесь есть знаменитый голос джим на масал бич где занимался сам арнольд шварценеггер мы съездим посмотрим это известно во всяком случае мне и другим ребятам что вы два раза были главным тренером польши сначала вы готовили и выводили спортсменов на олимпиаду в атланту 1996 год и второй раз это недавно пекин 2008 так случилось как получил мне вот вопрос заключается в том первое как вы оцениваете вообще выступление вашей команды на то и на другой олимпиады и почему такой перерыв что вы делали между 96 и 2008 потому что это вы пропустили олимпиаду в сильней и пропустили олимпиаду в афина когда польска на три года перед олимпийскими играми в америке не попали на топе на топе который который да польша 93 год это олимпиад это чемпионат мира в мильбурне да и мы не существовали в этом чемпионате не выступали там и потом президент польской федерации решит что нужно сделать новые новые ребята да новый тренер там сделал ошибки попали поэтому кто был хороший кто был свежий который он все было хорошие и не позвали вы за три года смогли с доли бляды в атланте совать команду это было очень трудно я три года очень трудно задача но пока какой самый максимум самый хороший результат был именно какая медаль была самая максимальная на олимпиаде в девяносто шестом году если упомнить девяносто шестом анджей цопалик анджей цопалик точно я очень кафалик я же его называю цопали он получил третье место да да я сделал работу я сделал хорошую работу но потом президент сказал ты сделал нехорошую работу мы ожидать больших а то есть мало медали а его это было только единственная медаль на а все я понял он сказал наши дать больше медали я понял и мне выкинули на 100 километров с паршавы олимпийский центр где я встретил первый раз симона колецкого я работал 100 километров в варшаве тихо ноги но я надеюсь вы не ездил вы ездили 100 километров не ежедневно а ну один раз в неделю понял дома там работа это было отличная работа я вернулся в дом колецкий у него было 15 лет там встретил хороших ребят ну и получается что вот как раз вы встретили симона колецкий и следующий раз на олимпиаде вы уже были симоном колецкий и главную медали принес именно он да но если вы так сказать вернули можно так сказать но на до олимпийских и 98 году до был подведен отлично мартина мартина долинга но мартина долинга не слушал тренера главное для тренера чтобы сделать такие попытки которые дали бы ему вы имеете до именно распределение по подходам на соревнованиях да да конечно и он переоценивать свои силы до переоценивать переоценивать да а есть чисто психологии потому что я считаю как будто у него проблема психологическая есть такой есть не так это не так до конца он считал что он готов занять первое место но принципе логично он был чемпионом мира перед олимпийский и сделать рекорд мира в рифке у нас все вместе хочу сделать я ему сказал возле олимпийские игры это не на результат это на места должен смотреть что нам нужно не до на олимпиаде цель он был такой сильный хорошо подведены все было отлично не сухо очень не получилось и поэтому тоже президент сказал то же самая история понятно где медали нет пошел ясно несколько месяцев я сидел дома не было ничего делать я смотрел где можно работу найти я спрашивал всех в польше найти мне работу я хочу то есть вы со своим именем со своим опытом в польше не были востребованы никто не вы не хотите я нашел работу у меня как раз был следующий вопрос как вы попали в америку и вы сами это ответили все-таки технически как это произошло это я как это я пересчитывал все федерации а то есть вы за ним запросы провели как это ну то есть вы через интернет посылали запрос не через интернет игры не хотите ли вы чтобы я поработал я смотрю какие федерации искать к уже ищут не сами предлагали акции да я нашел что американский колорадо спринге вниз одно свободное место для тренера они это был тренер олимпийского центра я ларо спринс извините колорадо спринс я напомню вам уважаемые зрители что колорадо спринс это главная олимпийская база сборной